Семья и культурные традиции. Об этом говорят все, но немногие владеют фактами. В этнографическом музее Казанского университета провели лекцию, посвященную этому вопросу. Смотрим. Институт международных отношений возобновляет работу открытого лектория Open History. В этом году его программа будет посвящена году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. За пять лет лекторий завел поклонников и заработал репутацию перспективного проекта. Его двери всегда открыты для широкой публики, учащихся старших классов, студентов и жителей Казани. Я убежден, что кроме учебного процесса, научной деятельности, мы должны активно проводить просветительскую деятельность. Нам поступило очень много предложений и писем с просьбой возобновить эту лекторию. Повестка первой лекции была выбрана не случайно. Актуальное для современного общества обращение к теме социальных ролей в традиционной семье позволяет проследить, как изменялось распределение прав и обязанностей. Разрушить некоторые популярные заблуждения решила кандидат исторических наук Елена Гущина. Семья всегда была объектом исследований этнологов. И этнологи Казанского университета одни из первых обратились к каким-то гендерным особенностям семьи. Часто у нас представляют так стереотипно, что семья в традиционном обществе, где муж бьет жену, жена не имеет никаких прав. Но это совсем не так. На инстаграм страницы этнографического музея свыше 2700 подписчиков. Люди активно следят за публикуемыми исследованиями и анонсами мероприятий. Директор музея объясняет интерес к его деятельности современным подходом. Музей это не такое какое-то закрытое пространство. Это пространство коммуникации, где человек может прийти, узнать что-то новое, действительно подлинное, адекватное, некий такой первоисточник. Здесь проходят занятия у студентов, и человек, который приходит просто со стороны, влюбляется и в музей, и в университет, и в ту атмосферу науки и творчества, которая здесь царит. С информацией о предстоящих мероприятиях можно ознакомиться на страницах музея и Института международных отношений. Ариадна Кугушева, Ленарда Блетьяров, Универньюз.